Что не сделаешь, чтобы заработать 139 рублей и с них отдать еще комиссию. В следующий раз пианино будет. Доброе утро, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на YouTube-канале «Таксистские войны». Дорогой друг, сегодня у нас уже среда, 19 января. А что это значит? Это значит, что в 8.26 утра я уже мчу на первый заказ. Кто смотрел пятничную смену, тут, может быть, помнят, что первый заказ у меня был из Дмитровского шоссе, шоссе Пучечища. И говорят, снаряд не падает, да? Дважды в одну воронку падает. Что вы думаете? Сейчас я вышел на смену, и прилетает этот же заказ. Скорее всего, поедет молодой человек в школу, который никуда не торопится. Сейчас я подъеду, и, скорее всего, придет смс, что, извините, у нас один лифт, и его очень трудно дождаться. Это, на самом деле, просто молодой человек никуда не торопится получать свои знания. Ну что, сегодня мы во время смены обсудим несколько интересных тем. Поговорим о том, о сем. Будет интересно. Так что, дорогие друзья, перед тем, как начать просмотр, подпишитесь, налейте чайку. И поехали! Всем хорошего дня! Ну что, дорогие друзья, подъехал я на свой первый заказ. Жду уже молодого человека. А вот он и идет. Прерываем пока съемочку. Камеру вырубаем на... Ну что, дорогие друзья, отвез я молодого человека в школу как-то быстро. Ну, это был другой молодой человек, я его тоже возил. Два брата обычно ездят. Что хочу сказать. Вот в чем парадокс. Приезжаю на заказ, я стоял почти у своего дома. Пришел заказ, я включаю навигатор, он всегда пишет, что до туда ехать 4 километра и 15 минут. Если бы не было дворов, я езжу, там по дворам можно проехать, ты едешь в половину меньше, там минут 7 и 2,5 километра. Но, парадокс в чем? То есть я стою у своего дома, еду на заказ, дальней подачи, это можно сказать, если ехать по навигатору. Беру пассажира и возвращаюсь обратно. Смысл? Для чего? Заказ этот стоил 314 рублей, я получу 233 рубля. Это комфорт. То есть я, если бы ехал по навигатору, туда бы проехал 4 километра, потерял бы 15 минут. Обратно 4 километра, 15 минут. Полчаса, 8 километров, и за них я получаю 233 рубля. На тарифе комфорт. Ну, это же бред. Какой-то бред. Ладно, ждем следующий заказ. Я думал, на самом деле, уже придет следующий заказ. Ну, что-то вообще тишина. Ну, что, по итогу, я вернулся к своему дому. Сейчас будем сидеть, ждать заказ. Вот, и будем-будем обсуждать всякие темы. Монтажер у меня там зашивается, потому что я пишу то с камеры, то с телефона. Сам путаюсь в файлы. То один пришлю, то другой пришлю, то перепутаю. Пришлю два одинаковых. Короче, жесть. И снимать, и за рулем ездить не очень привычно еще пока. Ну, что делать? Такова жизнь. Работаем. Так, дорогие друзья, только что я вам рассказал, то, что я от своего дома езжу на заказ, поехал и вернулся обратно к своему дому. И опять приходит заказ с того же дома, откуда я забирал первого пассажира. Опять коэффициент 1.35. Ну, с коэффициентом заказа 1.35. Поедем уже на Бережковскую набережную. В принципе, мне кажется, что вот это уже комфорт плюс. 35 минут будет длиться этот заказ у меня и 13 километров. Цену не знаю, но сейчас увидим, скажу. Запишу. Пассажир написал. Пассажир написал. Пассажир, уже выхожу. Уже выхожу. Молодец, пассажир. Надеюсь, он выйдет быстро. Ну, что, дорогие друзья, закончил я второй заказ. 726 рублей он был. Чистым я получил за него 550 рублей. 46 минут 13 километров. 550 рублей. Это машина комфорт. Заказ был по комфорту. И я уже еду на третий заказ. Он без коэффициента. Но что делать? Вариантов нет, коэффициентов нет. Работаем. Ну, что, в такси, как я понимаю, теперь можно зарабатывать, только когда плохая погода и пробки. Вот заказ пришел. Вот это пришел заказ по чему? Это Uber. А Uber я не повезу. Гуляйте, отдыхай. Сбил меня. Короче, работать теперь можно. Только в плохую погоду зарабатывать. И когда пробки. Я не знаю, хоть на битву экстрасенсов звони там. Не знаю, пускай хвостиком обезьянки где-то помашут. Или когтем тигру пятку себе почешут. Чтоб буря образовалась. Или в бубны бьют. Потому что вот эта чушь, это коэффициенты. Мы теперь зависим от коэффициента. Есть коэффициенты, есть заработок. То есть, когда хорошая погода, мы есть не хотим. Бензин дешевеет. Когда плохая, мы хотим кушать, нам надо зарабатывать. Ну, бред, бред. Бред, бред. Ну, бред же. Ну, бред. Чуть-чуть поаккуратнее можно присаживать. Вы сели, все, что можно, вы зацепили. Потом на мойку ехать. Так, улица Твардовского? Да. Вот этот долбоёб. У меня, бред, слов нахуй нету. Он сел, я ему сказал, бред. Вы можете аккуратнее садиться, бред, все зацепили. Сел с недовольной рожей, едет, бред. Вышел, поставил пакеты, бред, на сиденье, бред. Долбоёб, бред. Ситуация просто выпиющая. Мне осталось сейчас ехать, бред, на заказ. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания, поставьте нам оценку в приложении. Сука, осёл, бред, у меня слов нет. Короче, этот осёл испачкал всё сиденье. Я протёр сейчас, бред, шифру. Просто как не ругаться матом после такого и так далее. Вот это всё пассажиры эконома. Потому что я сейчас ехал 20 километров, 22, за 580 рублей. По эконому стоило бы чуть дешевле. Они едут на комфорте, и поведение у них такое же. Я ему сказал, зачем-то вы так садитесь. Сел, бред, своими ботинками. Всё, и дверь задел, и пороги, всё. И выходил так же. И когда поднял он свои сумки, он видел, что он испачкал сиденье. Но он всё равно похер вышел, бред, и пошёл, слова не сказал. Ещё, сука, поставь завтра, я вот говорю, завтра будет низкая оценка. Я этот факт зафиксирую специально. Поспроверю, будет низкая оценка на рейтинг или нет, бред. Сейчас вон попьём кофе, успокоимся, покурим. Потому что сейчас, если на следующем заказе мне кто-нибудь что-нибудь скажет, бред, может кончиться конкретным конфликтом. И вот потом, как работать целый день? Этому ублюдку даже леща не дать, или даже ничего не сказать. Потому что потом на следующий день наверняка прилетит блокировка, блять, осёл. Ну что, дорогие друзья, вот вы видели, какие попадаются пассажиры. И вот как обычно после такого всё идёт наперекосяк. После него пришёл заказ на 357 рублей. Да, я отвёз девушку, мы с ней мило проболтали, вроде всё нормально. После неё приходит заказ. Приезжаю, стоит девушка с ребёнком, подходит ко мне. Я говорю, а как я вас без кресла повезу? И знаете, вот у неё вот это, а я что, заказала без детского кресла? И знаете, ей бы ещё на колени упасть, и вот так вот на себя начать футболку рвать. У неё игра такая, да как я могла заказать, да? А что, вы меня не возьмёте? То есть, ну... Конечно, кто-то бы, может быть, и повёз. Я сказал, я не повёз. У меня было и кресло есть, и это... Пускай ждёт, пускай ребёнок мёрзнет, пускай это... А что, вы меня не возьмёте? Ну, пожалуйста, ну ладно. И такая вот у неё эта игра была. Да как я заказала? Ай, беда-то какая, ё-моё. Да иди ты знаешь куда. Я сел и поехал. 199 рублей, вроде мне пришли за подачу. Только отъезжаю, приходит следующий заказ. Еду, заезжаю во двор и понимаю, что двор тупиковый. Подъезжаю почти к последнему подъезду. Стоит женщина, садится и улыбается. Ой, ну тут надо задком, там дальше выезда нет. Но если ты уже стоишь на улице, тебе пройти два подъезда или даже один. Там есть нормальная развилка, где... Ну, встаньте, встреть машину. Нет, она дождалась, пока я змейкой проберусь к ней. Она садится, улыбается, хи-хи-ха-хань. Ну, там задком. Да иди ты сама в задок. В следующий раз вот встану вначале, чтобы вот для таких вот и будете ходить пешком. Ну, и что итог вот, итог какой? Пять заказов начал я в 8.36 получил первый заказ. Сейчас 12 часов ровно. Я в 11.36 вот ее высадил. Итог, 1740 рублей. Я сейчас заправился на 1020. И 700 рублей у меня осталось. Это три часа работе комфорт, комфорт плюс. Поэтому все эти вот эти блогеры, которые периодически там показывают. Да вот тут десятку я заработал за смену. Там двенашку, 11. Там, да чтобы вот эти деньги заработать, что в Питере, что в Москве. Это надо без прерыва херачить сейчас. Или без... Или чтобы зарабатывать, это должны быть эти промокоды. Ну, короче, мутить все вот эти темы. По чесноку, да хрен. Запаришься ты. 11-12 часов ты это минимум, чтобы заработать десятку чистыми. Да какой, да не десятку. Десятку ты за 10 часов не заработаешь чистыми. Это херачить и херачить надо. Уже время обеда, а мне еще... Я даже по сути свой как бы общий план, ну, не сделал. Сейчас поеду до двух часов, еще два часа тогда работать. Подобраться хотя бы хоть как-то к своему плану. Вот. Ну, ладно, я не буду расстраиваться. Надо настроиться на нормальную работу. Работаем дальше. Вон солнце светит. Значит, все хорошо. Пока еще дышим. Все, ребята, давайте выйду на связь скоро. Надеюсь, ничего плохого больше не случится. Дорогие друзья, ну что, закончил я шестой заказ. Значит, он был на 7 километров. Мы проехали, в принципе, быстро. 401 рубль для клиента. Я получил 300 рублей. Комфорт. Ехали мы 22 минуты. 300 рублей за 7 километров. Более-менее. И сразу же пришел в лед седьмой заказ. С адмиралом Акарова на Ленинградской проспект. Это на самом деле будет какая-то мизерная минималка. И, дорогие друзья, вот сейчас я забыл. Всегда отключайте. Как только получили заказ, уходите с линии. Провышайте коэффициент. А еще лучше открывайте даже приложение пользовательское. Не хотят они нормально цены делать. Будем сами повышать. Вот объяснит мне кто-нибудь интересно или нет. Смотрите. Я выполнял шестой заказ. Говорил. Проехал 7 или 8 километров в 23 минуты за 400 рублей. Чисто меня получил 300. Сразу же после него приходит седьмой заказ. Все то же самое. Я ехал почти, ну там, 18 минут. Ладно. Тоже 7 или 8 километров. Но уже за 300 рублей. И чисто меня получил 223 рубля. В чем разница-то? В другом районе, куда я приехал, жизнь другая, что ли? Все дешевле. А в том, в котором я брал до этого шестой заказ, там все дороже. Вот пришел. Авиапарк Родинский Бурай, набережда Тараса Шевченко. Поехали. Просто я сейчас пока готовился записать этот отрывочек. Один заказ пришел. И я его пропустил. Ехать там опять заказ на 2 километра. Зачем мне это надо? К дому, к дому. Потому что пришло время обеда. На самом деле оно пришло уже давно. Сейчас 15.22. То есть я дома буду где-то тоже в 15.36. Вышел я первый заказ в 8.36. И что итог какой? Итог печальный. Сделал я по Яшке 9 заказов. Сумма этих денег, сейчас скажу, значит, тысячу я заправил. 1737 у меня на счету. Это 2737 плюс 300 рублей мне наличкой. Заплатили на карту. Ровно 3000. И выполнил один заказ по Гету на 542 рубля. 3, 542. Минус 1000 бензинчик. 2, 542. Так вы посчитайте, сколько я был на линии. Это какой-то ужас и бред. Ну, еще есть вторая половина дня, так сказать. Я обычно обедаю с часу до двух. То есть уже задерживаюсь. Но ничего, посмотрим. Я думаю, что сегодня я все равно свою норму выполню. Ну что, дорогие друзья, прошел обед. И я после обеда уже выполнил 4 заказа по Яшке и один по Гету. Вот честно, показывать таксометр даже не хочу. Это такой бред. Первый же заказ после обеда прилетает с соседней улицы. Я понимаю, что там, скорее всего, находятся школы. Я еду и заказ с одной улицы на другую. Подъезжаю. Никого долго нету. Звоню. Мне говорят, да, сейчас выйдет няня с ребенком. Я говорю, я не повезу ребенка без кресла. Начинается вот это, но там 200 метров. Я говорю, нет, нет, еще раз нет. Нет. Но прикол в том, что я каким-то макаром нажал кнопку в пути. Эта женщина говорит, я сама отменю. Она отменяет, но я не знаю, может ли она оценить поездку, если она отменяет сама, когда уже поездка, типа, началась. И 199 рублей прилетело мне на счет. Я звоню в поддержку, говорю, нужно списать только за подачу, а не за поездку. Я не знаю, как там у вас посчитало. Короче, до поддержки, когда просто деревянная, вообще не понимает, о чем речь. Я психанул, бросил трубку. После этого приходит еще один заказ. Я подъезжаю, он на 333 рубля. Опять же садится бабушка с девочкой. Я смотрю, говорю, может, бусты же, наверное, надо. Она еще маленькая. Девочка, а мне уже 11. Она садится, у нее ремень по шее. Не захотел ничего объяснять, потому что это опять плохая нам оценка или еще что-то будет. Доехали. Не хотят думать о своих детях, пускай не думают. Третий заказ там небольшой, тоже 333 рубля. Короче, два заказа подряд. И вот сейчас один неплохой. Да, мы за 450 ехали 7 километров 15 минут. И по Гету один заказ я выполнил 35 минут 10 километров 550 рублей. Тоже неплохо. Короче, дичь, дичь, еще раз дичь. И завтра у меня рухнет рейтинг по Алюбасу, потому что этот Даун, который испачкал сидение, он, когда сел, я ему сказал, садитесь аккуратно, уже ехал с недовольной рожей. После него прошло там несколько заказов. Я отвез женщину и забыл закрыть заказ, уже уехал далеко. Я его, когда закрывал, там была тысяча чем-то рублей. Я позвонил в поддержку, чтобы там ей вернули эти бабки. Но, скорее всего, она, когда увидела это, что с нее списали 1200, закрылся заказ, у нее высветилось оцените. Она наверняка поставила мне единицу. Может, у меня рейтинг завтра подупасть. А этой тупой поддержке ей же ничего не объяснишь. У них же суперская система, как они говорят. Они исправляют несправедливые оценки. С их системой, конечно, ты останешься без работы, если ты будешь слушать то, что тебе говорят. И все, так сказать, на путстве, что предлагают делать, стандарты сервиса. Ладно, ребятки, мы работаем дальше, едем дальше и слушаем хорошую музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, пока вы слушали музыкальную паузу, я выполнил один заказик еще. Ехали мы 10 километров. По таксометру было заявлено 24 минуты. 469 рублей, чистыми 353. И знаете, сколько мы ехали на самом деле? 32 минуты мы ехали, а не 24. Яндекс, как всегда, нас обманывает. И получил я 353 рубля, я вам скажу, сейчас уже 19.36. Я вышел 8.36 на линию. Что я хочу сказать, сейчас-то уже час пик. И это цена эконома. Такого быть не должно на комфорте и комфорт плюса. Ждем мы следующий заказ. Уже пробочки в центре. Я не знаю, включить где-то что ли? Но он мне через раз в основном какую-то фигню все предлагает. Камазы в центре ездят. Зачем они ездят? Ну понятно, надо что-то строить, возить. И к гаишникам тоже есть чем поживиться с камазистов. Все, работаем, не грустим. Напоминаю, кто грустит, тот трансвестит. Что хотел сказать? Вот что самое главное. Друг заказ, еду по заказу. И куда еду? Там такая лужа фиолетовая, большая. Думаю, вообще приеду с коэффициентами будет. Ага, не тут-то было. Подъезжая, приближаясь к этой фиолетовой луже, она от меня отдаляется, отдаляется. Это, знаете, как оазис в пустыне. Тебе уже мерещится. Вот он, водопадик какой-нибудь. Или оазис. Все, а ты к нему приближаешься. Он как мираж. Просто тупо пропадает. То же самое и здесь у Яши. Или, например, я приезжаю в эту зону. Вокруг меня становится в радиусе одного километра белое пятно. И я в этом пятне. А все вокруг фиолетовое. И я двигаюсь, и это белое пятно со мной же двигается. Мне кажется, это какой-то развод. Это нас точно где-то на Егоре воют. А, вот, еще, еще. Вот этим блогерам по десяточке, которые выезжают там. Смотрите, у меня на балансе 3097 рублей. Плюс тысячу я заправил. Это 497. По агету 1000. Это 597. И 300 рублей мне наличкой платили. 5400. Округлим. И вот, смотрите. Тысячу я заправил. Осталось 400. И еще вот-вот на 80 километров топлива. И скоро мне заправляться опять. 12 часов. Москва. Пожалуйста. 4 тысячи рублей. Ну что, дорогие друзья. Надоело мне там тыкаться-мыкаться с этими заказами. Я выставил заказы по пути домой. И вы не поверите. Пока ехал, я выполнил еще 4 заказа по пути домой. Точнее, 3. И все. Мы подводим итог сегодняшней смены. Значит, на линию мы вышли. 8 часов 36 минут. Сейчас 9 часов 20 минут. Считайте, я буду в 9.36 по сути дома. Во сколько вышел, во столько вернусь. Выполнено 17 заказов по Яшке. И 2 заказа по Гетто. Значит, мы имеем. 4 тысячи 18 рублей сейчас на балансе. Плюс Гет 1000. Это 5 тысяч 18 рублей. Плюс я тысячу заправлялся. Это 6 тысяч 18 рублей или 15. Отнимаем обратно бензин. Остается 5 тысяч. Округлим. Вот. Сегодняшняя смена. 5 тысяч ровно. И завтра уже, когда я выйду на смену, у меня осталось бензина на 50 километров. И нужно будет заправляться. На этом все. Желаю вам всего только самого наилучшего. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok